здравствуйте товарищи алкоголики тунеядцы и любители видеоигр любовь в котором частенько граничит задротством наваждением и как следствие зависимостью сегодня в этой крайне анонимной обстановке среди людей которым как и мне не чужды проблемы современного общества я расскажу свою историю историю о том что случилось куда я пропал почему не выходили новые видео и будет ли это происходить дальше и что вообще будет дальше послушайте мою историю и пусть она станет вам предостережением я проснулся воскресенье великий день как говорил доктор кляйнер хорошо что хотя бы не оказался не в время и не в том месте чтобы менять мир хотя свой мир я чуть было не перевернул стоит оговориться что в реальности достаточно много мелких факторов повлияло на мой перерыв я не разлюбил ведьмака я не ушел в отпуск и не забил на канал но ситуация складывалась так что у меня не было времени на то чтобы делать ролики хотя нет не так время было она никуда не исчезла но я тратил его на другие вещи на другие дела интересы и увлечения а точнее на одно увлечение массовая многопользовательская сетевая ролевая игра налив себе кофейку и сделав яичницу я мысленно отметил что сегодня утро у меня началось действительно утром то есть до полудня хотя и до полудня осталось всего-то 15 минут как истинный представитель своего поколения я конечно же не стал завтракать на кухне за столом а пошел за компьютер где меня уже ждало сообщение в телеграме эдик привет я вчера таки добрался до бдо и немного погонял в нее игра просто улет тебе стоит ее заценить давай качай погнали вместе кто ж знал что это сообщение выведет меня из реального мира на добрых полтора месяца стоит отметить что у каждого из нас есть определенные пороки их много и они разные имеют разные на нас влияние одним из моих пороков является увлекаемость если что-то мне интересно то я могу посвящать этому 25 часов из 24 возможных в сутках и только действительно важные нужные вещи могут меня оторвать от этого увлечения увлечениями могут быть люди книги истории сериалы какие-то действия и и вот в тот день моим увлечением стало мморпг black desert онлайн я продолжал ходить на работу спать иногда встречаться с друзьями и даже проводить стримы пожалуй именно последнее меня в итоге спасло но именно в тот день я впервые за долгое время ни минуты не занимался каналом хотя свободного времени было много именно с того воскресенья и не выпустил ни одного видео вплоть до прошлых выходных чего уж там я через силу начинал стримы понимая что сам установил графика нарушать его нельзя хотя желание было желание продолжать играть в бдоо если бы не эти стримы не ваши постоянные вопросы войск где видосы и не мои постоянные обещания которые я раз за разом не выполнял я бы успел сильнее погрузиться в мир черной пустыни и язык их песков и вот сегодня сейчас здесь перед вами я открыто и откровенно скажу что спустя почти два месяца я свободен конечно как сидячий в клетке попугай но все же лучше чем по уши в песке бдоо забыт ведь пришло понимание абсурдности моих действий если уж играть в mmo rpg то он то подсаживаться на нее нужно вплотную с донатом кланами семьями друзьями и может быть даже видосами чтобы нежелание невозможности бросить эту фигню не было а для меня в итоге это стало лишь легкой прогулкой отвлечением или даже мимолетным видением которая как мираж скрылась глаз стоило взглянуть на него трезвыми глазами но видимо это меня ничему не научила ведь уже в прошедшее воскресенье я вновь ввязался в авантюру под названием за elder scrolls онлайн а если серьезно то я действительно периодически увлекаюсь разными моего проектами я люблю открытые миры и люблю rpg составляющую и обожаю мир и песочницы играя в lineage 2 я иногда просто сидел в центре герана главного торгового города и смотрел на людей на только кто-то торгуется кто-то приходит сюда впервые в этой игре я понял всю масштабность и глубину мморпг научился говорить отыгрывать роли и быстро печатать в володах я познал что такое безумный донат и жуткое неравноправие среди игроков в архиве что такое семья и определенные обязательства с исполнением и отыгрыванием своей роли а также горесть потери связи внутри семьи были еще варкрафт дайон терра перфект ворлд рф онлайн и драгон с но каждый раз я выходил из этого болота иногда сухим иногда со слегка подмоченными портками репутацией но всегда с новыми впечатлениями новым опытом ведь кто бы не говорил но любая мморпг это маленькая проекция нашего мира маленькая и работающая по вполне понятным правилам в отличие от реального мира потому если меня спросит хочу ли я мморпг по ведьмаку я отвечу да я знаю что это не то же что и сингл игра я знаю что скорее всего и ждет провал но все же есть шанс что она будет интересной во первых а во вторых она точно расширит мир игры как стала стаса хорошая ли игра вопрос спорный для кого как но то что она дополнила вселенную это факт потому я за любую активность рэда в плане новых игр по ведьмаку гвинт отлично мморпг я за но это не все как бы грустно это не звучало но ведьмак пока действительно приелся именно поэтому и буду получилось увлечь меня дополнений нет почти нет новых игр пока надеюсь нет книги прочитаны комиксы пролистаны игры пройдены и какой бы офигенной игра ни было со временем без нового контента она начинает приедаться интересовать тебя все меньше но у меня есть кое-какой список я планирую его придерживаться кстати я ведь уже говорил вам что хочу сделать канал который соберет максимальное количество информации по ведьмаку в одном месте сейчас я лично занимаюсь билдами интересным взаимодействием с механикой игры модами и некоторым погружением в лор в виде сравнения персонажей а также разбором и поиском ответов на разные необычные или обычные вопросы именно этим мы будем продолжать заниматься в ближайшее время попутно до пройдя второго и третьего ведьмака на стримах есть еще два направления которые я практически не трогаю это вопросы касательно обычных и скрытых квестов ведьмаке а также классических лор видео о персонажах это есть на некоторых других каналах но если будет необходимость мы в эти дебри немного залезем что же касается разнообразия на канале то периодически будем играть на стримов какие-нибудь небольшие доказавшие свою классность во времени игры ну или новинки по которым впоследствии я возможно буду выпускать пару видео по настроению если у вас есть вопросы касательно контента канала или будущего то можете задавать их в комментариях под видео или в чате в телеграме я постараюсь на них ответить а на этом у меня все спасибо за просмотр увидимся в новом видео и на этом пока всем пока пока а